всем привет с вами ирина в этом видео хочу показать вам иренки которые мы получили от швертера я очень расстроилась потому что она в первую очередь растения пришли в мокром и хотя и посылка наша была утеплена но вот вам результат от того что растение отправленное мокрое если бы мох просушен был вот такого вот бы результата не было все но постепенно я особо когда распаковала растения я их так тщательно не рассматривала где нигде вот такой вот если маленькая пятнышка такой вот как здесь если и было то она особо не было заметно и после того как растения постояли у меня два дня мы немножко отлучались ездили с классом карпата отдыхать вот когда вернулись по приезду ребят я вот такую вот увидела картину очень расстроилась с одной стороны с другой стороны где-то даже обрадовалась тому что я сразу всем не отправила такие растения потому что в дороге неизвестно чтобы с растениями произошло и возможно по приезду ваши растения вообще бы погибли поэтому я их достала из мха просушила сначала замочила корешочки и ставлю их теперь просыхать вот они у меня день 2 вот просохнут я уже буду смотреть по состоянию потому что в тепличке здесь достаточно тепло вот растение будет просыхать гораздо быстрее поэтому я уже буду смотреть непосредственно по тому по корням да насколько быстро просохнут эти и рынке и после этого буду их садить и наблюдать за ними дальше потом мы пройдем обязательно вторую обработку и только после этого если все будет хорошо если пятна у нас не будут продолжаться вот таким вот образом как здесь значит тогда я смогу уже отправить эти растения очень конечно многие расстроились те кто заказывали растения но ребят вы должны меня понять потому что ну я просто не могу отправить вам заведомо больные растения поэтому я сперва пролечу как только увижу что дальше уже ничего никуда не распространяется вот тогда уже я вам отправлю плюс еще растения которые посажены были все таки в мох и очень мокрый мог очень многие потеряли ребят корешки у нас остались одни ниточки виламин просто сошел вместе с мхом поэтому я посажу эти растения в кору сверху немножко добавлю мха и буду стараться опрыскивать по мху и наливать на дно чуть-чуть водички для того чтобы влага шла больше снизу для того чтобы наши корешки стремились вниз так что пока что на сегодняшний момент вот такая вот ситуация будем обрабатывать будем лечить вам восстанавливать растения и после того как они восстановятся я уже их отправлю к новым хозяевам ну а пока я буду с вами прощаться буду держать всех в курсе не переживайте за свои растения я буду бороться до последнего спасибо всем огромное за внимание подписываемся на канал ставим лайки и до новых встреч пока пока